Спасибо большое. Рада вас всех приветствовать. Сразу попрошу прощения за мой простуженный голос. Возможно, походу я надеюсь, что я не буду кашлять, но вдруг. Поэтому прошу снисходительно к этому одни здесь. Тема у нас сегодня звучит так. Библиотечные, вернее, использование необычных форматов в рамках работы библиотеки. Поговорим сегодня о таких форматах, как комиксы, флеш-карточки и чат-боты. Форматы изначально, конечно же, не библиотечные, но они настолько приглянулись, что нашлось применение мы в библиотечной практике, ну и в образовательной тоже. Поэтому даже если вы работаете не в библиотеке, а в учебном заведении, может быть, я надеюсь, что вы найдете для себя тоже какую-то полезную информацию. Начнем мы с самого знакомого нам формата, который уже довольно давно существует в библиотеке. Библиотечные практики, которые давно используются, это комиксы. Для тех, кто имеет такое общее представление о них, я немножко, буквально, чуть-чуть теории расскажу, что это и как это работает, ну и потом расскажу о интернет-сервисах, которые можно использовать для создания комиксов в цифровом формате именно. Для нас комиксы, ну такая у него аура, у этого слова, как какой-то несерьезный жанр. Комиксы. Это маленький рассказ в картинках. Как правило, это серия картинок, связанных с собой по смыслу, по сюжету, друг с другом. Есть комиксы-аниме, которые состоят только из картинок, есть комиксы с баблами, вот как у меня сейчас на экране. Это с такими пузырями, они называются по-английски «Bubble», куда вставляются реплики персонажей. Плюс еще в эти картинки можно текст вставлять, как от автора. Получается вот такая вот картинка-иллюстрация. Классический комикс, как правило, из трех картинок состоит, но сейчас особенно никто этого правила не придерживается. Комиксы существуют разные, от одной картинки и до бесконечности. Вообще комикс завоевал себе место под солнцем. Это довольно популярный жанр массовой культуры. Чтобы избавиться от этого несерьезного наименования, комикс начали заменять словосочетанием «графический роман». Это относится именно к произведениям серьезного жанра. Например, буквально несколько примеров. Например, классик английской литературы Ульяма Шекспира на его родине в Великобритании перевели в комиксы и в виде манги его опубликовали. В Японии 48 томов истории Японии, Министерство образования этого государства перевело в комиксы и рекомендовало как учебное пособие. А у меня сейчас на экране очень известный графический роман, о котором много говорили и писали. Это проект дома Анны Франк, роман «Поиск об освенцами», который язык не поворачивается, конечно же, назвать комиксами. Это действительно очень серьезное произведение, именно созданное в таком необычном жанре. Комиксы используются и в образовании. Я знаю, что учителя иностранного языка очень любят создавать комиксы вместе с детьми и для детей, давать задания домашние, чтобы вот эти вот диалоговые ситуации проигрывать. И в библиотеках тоже их можно использовать в качестве активного чтения. Что я имею в виду активное чтение? Когда участники создают комиксы по страницам своего любимого произведения. То есть они не просто переносят, что называется, куски текста на внутрь комикса, они пытаются анализировать прочитанное, отбирают героев. Понятно, что если большое произведение, вряд ли все герои там поместятся в комиксах. Выясняют, отбирают содержание, о чем они будут говорить, кто будут главные герои, как они будут выглядеть, как одеты, какие у них будут эмоции, вплоть до жестов, мимики. То есть вот это и называется активное чтение. Когда мы следуем за книгой, намысливаем за автором, что, как и когда было, все это представляем в иллюстрациях. Поэтому комиксы довольно интересный, необычный жанр. Я думаю, что согласитесь, что их действительно можно использовать. Вы можете создавать и сами комиксы, если вы любите. А можно привлечь к этому делу читателей библиотеки, особенно если это дети и юношества. Существует большое количество разных комикс-центров, в библиотеках целые отделы такую литературу создаются. Поэтому можно и там же на месте осваивать интернет-технологии для создания вот именно таких интересных форм. Давайте уже ближе к делу. Посмотрим несколько серфисов. К сожалению, все эти серфисы для комиксов, они не слишком долго живучие. То есть пользуешься каким-то инструментом, но в один прекрасный момент он закрывается. Наверное, это относится не только к комиксам. У меня набор теперь немножко поменялся. Появились другие инструменты. Есть несколько, о которых я уже когда-то рассказывала, и появилось новенькое. Ну вот из новенького. Сервис называется Toony Tool. Я вам ссылку на сервис дала, потому что он без регистрации. Вы можете прямо сейчас зайти, пощелкать кнопочки, прямо по ходу что-то создать, если хотите, просто поинтересоваться. Это очень простой сервис. Рекомендую его, наверное, для детей, которые не хотят регистрироваться, или которым родители не рекомендуют регистрироваться в онлайн-сервисах, когда можно просто на экране компьютера, используя картинки, и свои, и те, которые есть в библиотеке сервиса, создать интересные истории. Давайте посмотрим поближе, как это работает. Вот такое вот, если мы откроем эту ссылку, откроется вот такое окошечко. Можно попробовать его через Google Переводчик перевести, но тут даже вот просто щелкая по кнопочкам, мы очень быстро разберемся, что есть что. Первая вкладка Frame – это вкладка такая вот, уже напоследок, что называется, для сохранения и для печати готового комикса. Я в рамочку выделила Save as Image, сохранить как картинку, и распечатать, если нужно. Ну а дальше пошли служебные кнопки для добавления разных элементов в комикс. Setting – это у нас фон, People – это люди, Animal – соответственно животные, Object – это у нас неодушевленные предметы, Speech Bubble – те облачка, в которые мы будем реплики персонажей запускать, ну и просто обычный текст, который мы размещаем вверху или внизу картинки – это вот последняя кнопка. С правой стороны несколько кнопочек для копирования, дублирования, слайдов для того, чтобы удалить, поменять их местами со стрелочкой, которые… Все комиксы пронумерованы, вот циферка 1 появилась, это первая страничка комикса. Они будут у вас отображаться вниз в виде такой ленты. Вы можете сохранить каждую картинку отдельно, либо можно еще прибегнуть к другому варианту. Здесь есть опция, если присмотреться, вверху есть кнопочка «Катун». «Катун». Вы можете сделать маленький мультик. Ну вот, открываем эту кнопку, и что мы видим? Что можно сделать GIF-анимацию. Save as animated. Как это все работает? Вы делаете какой-то набор слайдов, набор таких комиксов, запускаете эту кнопку. Там, правда, особых настроек у вас не будет. То есть сервис сам как-то автоматически выяснит, сколько нужно промежуток времени для каждого слайда и смонтирует вам такое слайд-шоу в формате GIF-а. То есть эти картинки будут в так вот, в одно, в другое мелькать. Получается такая очень простая анимация. Готовую анимашку вы можете скачать на сайте, в блоге, разместить, где угодно. Поэтому, в принципе, здесь все очень неплохо. Можно добавлю, загрузить и свои картинки. Не обязательно брать то, что из библиотеки. Ну вот, я попробовала, попробовала. Вот, у меня сегодня тема, моя любимая краеведческая, это про наш горнолыжный курорт в Хибинах. Картинки я взяла из библиотеки сервиса. Все очень просто, буквально за 5 минут вот нарисовалось такое нечто. Естественно, у вас это просто проба пера. Можно и более серьезное, и более интересное что-то придумать. Теперь посмотрим на сервисы, где нужна регистрация. StoryBotZ, длинное название у сервиса. Это хороший инструмент, он мне понравился, он русифицированный. Здесь можно зарегистрироваться в разных ролях. Здесь есть роли учителя, есть роли бизнеса, студент и родитель. Ну, по умолчанию мы всегда регистрируемся, как учителя. У учителя здесь есть еще опция создать классы. Вы можете приглашать туда учеников, и совместно каждый будет свой комикс у вас в общем классе создавать. Таким образом, дети, если вы рекомендовать будете это для детей, они должны регистрироваться как студенты. Ну, давайте смотреть, что умеет этот сервис. Здесь есть хорошая библиотека элементов, здесь есть шаблоны, которые можно моделировать. То есть у персонажа мы можем менять окраску, вид, эмоции ему добавлять и так далее. Библиотека действительно большая, ну, чтобы далеко не ходить, вот, пожалуйста. Это только библиотека отушевленных персонажей, людей. Она тут не вся, ее можно листать до бесконечности. Вот я выбрала фон, перенесла туда персонажа, щелкая по персонажу, открываю. Что оказывается, его можно повернуть, его можно редактировать, перекрасить ему волосы, рубашку, обувь, все что угодно. Добавить ему эмоции, передвинуть его, переместить по экрану и так далее. Внизу кнопочки для управления раскадровкой, добавить новую картинку или убрать картинку. Ну, а вверху библиотека элементов, она вся подписана на русском языке, поэтому здесь все очень просто, достаточно. Теперь об ограничениях. Здесь нельзя загрузить свои картинки. Это платная опция, платная подписка здесь от 10 долларов в месяц. Вот. И еще здесь ограничения по количеству создаваемых работ. То есть в неделю вы можете создать два комикса. Здесь можно от трех картинок в секции до шести. Максимальное количество шесть. Это я вам русскоязычная подала ссылку на комикс. Вот сейчас могу показать англоязычную. Просто для примера, как, видимо, Шекспира, Рамо и Джульетта нарисовали в комиксах. Пожалуйста, если интересно, вот еще одна ссылочка на тот же сервис, но уже на английском. Правда, если вы регистрируетесь здесь первый раз, то на 14 дней вам дают платный тариф со всеми возможностями. То есть две недели вы можете без ограничений пользоваться. Когда у вас все готово, вы можете скачать это все к себе в формате картинки. Правда, будет маленький логотип. Здесь есть опция скачать как презентацию. Я так обрадовалась. Но по факту получилось, что там большой водяной знак будет чуть ли не посредине картинки. Она у нее очень красива. Вот поэтому не советую. А вот что здесь хорошо, есть код, чтобы встроить на страницу сайта и блога. Это, наверное, оптимальный вариант. В хорошем качестве и все будет хорошо видно и заметно. Ну и ссылка, естественно, куда же без нее тоже есть. Хорошо, стабильно работающий сервис. Из минусов только добавлю, если будете регистрироваться, не подписывайтесь на рассылку. Сервис очень щедрый, он рассылку вам будет каждый день посылать. Кто не любит в почтовом ящике спама, лучше не ставить там галочку. Ну а так в целом вполне доброжелательный инструмент. Ну вот, если ссылка не открылась, то вот так может выглядеть ваш комикс. Это обучение пунктуации в виде комиксов. Не знаю, почему выбрали дракона, но вот как вариант такой может быть. Иногда просто не надо изобретать велосипеды, далеко ходить за сервисами, взять готовые, которые мы освоили, которые мы знаем, то же самое канво, и попробовать в нем создать комикс. Канво – это такой многостаночник, сервис, который умеет делать практически все уже. Графику, инфографику, презентации, игры, викторины, афиши, флайеры, контент для соцсети, чего он только не умеет, видеоролики стал мастерить. В том числе здесь и появились шаблоны для комиксов. Комикс-трип он называется. Этот шаблон, правда, я тут замучилась его искать. Тут надо открыть весь список шаблонов, и там где-то он в конце обязательно найдется. У сервиса есть небольшая библиотека шаблонов. По сравнению с другими сервисами она не очень богатая, но есть. Я вам вот ссылочку сейчас отправила. Это как раз шаблон. Я просто ссылку на шаблон взяла, вам отправила. Уже не стала редактировать, потому что тут и так все понятно на русском языке. Давайте смотреть, как это работает. Выбираем шаблоны. Открываем вот этот самый комикс-трип. У нас вот такой выбор. Есть просто пустые раскадровки. Две картинки, три картинки, больше картинок. Можно пустую выбрать и там внутри что-то создавать. А можно взять уже готовую, просто выкинуть эти картинки и добавить что-то свое. Можно такой вариант. Ну а далее по факту здесь инструменты расположены слева. Они абсолютно одинаковые, идентичные, чтобы вы не создавали в этом сервисе инфографику, графику, посты для соцсетей и так далее. Выбираете кнопочки. С левой стороны у меня на английском. Вообще он русифицируется. Можно и на русском здесь работать. Раздел «Элементы» – это разные элементы, которые можно добавлять. Давайте другой слайд перелистнем поближе. Элементы. Здесь, кстати, внутри шаблона, вот я с котиком этих выбрала, здесь внутри шаблона уже есть какие-то элементы. Тут кошечки какие-то, там значки, которые можно использовать, такие иконки. Но вы можете в любом случае из элементов еще что-то добрать, если необходимо. Дальше текст добавляется. Вы можете комикс сделать интерактивным. Добавить аудио и видео, например, если это нужно. Бэкграунд позволяет нам фон поменять. Гугл карты позволяет карту добавить. Кнопка «Мо» – самая последняя. Подключает еще разные другие сервисы. Например, можно картинки из Инстаграма добавить. Есть там опция «Дро» – рисование. Правда, у меня почему-то она не заработала. Надо уточнить, действительно ли она в бесплатном тарифе работает. Ну, в общем, можно еще дополнительно какие-то опции подключить сюда к этому сервису. Ну и кнопка «Оплоат», конечно, позволяет добавлять любые картинки, которые посчитаете нужными с компьютером. В общем и целом, что говорить, хороший инструмент. Готовую работу можно скачать и в формате PDF, и в формате картинки, и пригласить в соавторы кого-нибудь. Например, дается две ссылки. Одна ссылка для просмотра, вторая – для редактирования. Выбираем ссылку для редактирования, рассылаем своим соавторам, они регистрируются и работают вместе с вами. Такой вариант. Ну и можно скачать, распечатать. В общем, все основные базовые опции здесь есть. Пожалуйста, самый щедрый в этом отношении сервис. Щелкните, пожалуйста, все ли со связью хорошо. И тут сообщение, что да, звук идет, все отлично. Спасибо большое. Значит, будем продолжать дальше. Ну и еще один инструмент. Ну, вот такой, ссылочку я вам дала. Вот, пожалуйста, такой вариант. Единственное, на что обратить внимание, надо в шаблонах часть элементов может быть платная. Когда вы захотите скачать, вам может элегантный сервис сказать, что вот эти две картинки, например, стоят денежек. Поэтому либо заменяем картинки, либо платим, либо можно взять просто ссылку на готовую работу и все. В этом случае денег платить не будем. Ну и скачать не сможем. И еще один инструмент, он, наверное, давным-давно существует, Пикстон, он уже несколько раз менял свой интерфейс. Я раньше о нем не рассказывала, потому что мне не нравилось то, что он плохо поддерживает кириллицу, то, что он сложный какой-то, слишком навороченный, ну и не очень удобный для работы. Сейчас с удивлением узнала, что он поменял интерфейс, стал немножко по-другому выглядеть, поддерживает кириллицу. У него есть, конечно, свои минусы, но об этом чуть позже. Здесь тоже хорошая библиотека шаблонов. Ну вот, пожалуй, вот StoryBot Z и Пикстон – это самые большие библиотеки. Не мерила по количеству, но, в общем, впечатляет здесь. У Пикстона может быть даже больше. И тоже всех персонажей можно моделировать. Свои картинки, к сожалению, грузить нельзя, но то, что есть в сервисе, можно редактировать. Ну, итог, что у меня получился, я покажу в конце. Буквально по слайдову. Что у нас здесь? Здесь можно выбирать разные тарифы. Здесь есть для образования, для родителей, для бизнеса, для студентов. Выбираем образование. Если хотим, чтобы дети там регистрировались, то как студенты они проходят. Если мы в образовательном тарифе, то мы можем организовать классы для работы. Дальше нам спрашивают, что мы хотим сделать. Мы выбираем, например, Try the Comic Maker. Создать комикс. Это вот третья кнопочка. У нас открывается вот такое поле. Здесь красивые четыре вкладки. С левой стороны набор картинок наших будущего комикса. Как слайды презентации добавляются плюсиком. Вверху библиотека элементов. Четыре кнопки. Первая сразу открывается. Бэкграунд – это фон. Здесь листать, не перелистать. Я долистала до середины и устала просто, потому что здесь огромное количество. Здесь есть, кстати, поиск. Можно упростить себе работу, правда, на английском. Так, в общем, наверняка что-то обязательно найдется здесь. Далее идем. Далее у нас кнопка Character. Персонаж одушевленный у нас здесь. Выбирать можно ему одежку, цвет волос, цвет прически. И волос, и кожа там все вместе. Выбираем. Здесь тоже огромное количество костюмов, девочки, мальчики. Выбираем любого персонажа, выставляем его на экран. Щелкаем, он появляется на экране, а дальше мы его можем двигать как угодно в любом направлении. Далее. Фокус. Это мы правильно его расставляем на экране, наволим на него фокус. То есть хотим крупный план сделаем, хотим дальний, средний, какой угодно. Далее у нас есть текст, кнопочка для добавления текста. Здесь, если открыть выпадающий список, то увидим, что у нас персонаж может говорить просто. Там будут разные облачка. В комиксах свои тонкости, если вы их смотрите, то заметили, что где-то облачка такие круглые обычные, где-то они такие, как действительно на облако похоже, как его рисуют, где-то острыми углами такие. Ну вот, это характер речи. Спичь – это обычное облачко, просто говорение. Сот – это, по-моему, облачко такое, как облако, думающее. Когда он думает, не говорит вслух. Дальше. Шаут. Это у нас облако с острыми углами, когда персонаж у нас кричит очень громко. Ну и виспо – это шепот. Вот я не помню, как изображается шепот, но тоже какое-то специальное облачко для этого есть. Еще забыла, внизу под каждым комиксом есть много кнопочек для редактирования фона. Вот там луна нарисована, солнышко, тучки, дождик и тому подобное. Это можно добавить атмосферное явление сюда. То есть можно делать солнечный денек, лунный денек, вернее, ночь, дождик, снежок и так далее. Текст добавляется очень просто. Просто его вписываем сюда, выбираем вариант облачка, говорит он, думает или кричит, и он тут же у нас появляется на экране. Здесь есть опция подключения микрофона, функция перевода речи в текст. Наговорил, и чтобы это появилось. Я не проверяла, честно говоря, русский язык поддерживается здесь или нет, но можно поэкспериментировать. Ну и последняя кнопка экшен – это вот то самое моделирование. Здесь можно моделировать выражение лица, например. Ну вот, happy – счастливое. Я набрала в поиске, мне нужно было счастливое выражение лица. Вот у меня огромный список, это еще не весь. Разных мимик здесь выдали. Вот таким образом здесь можно выбирать, допустим, мимику лица. Здесь же можно выбирать положение рук, там, вверх, вниз, позу персонажа, как он будет стоять. Огромная библиотека, здесь можно листать и менять это все, и моделировать сколько угодно. Все отлично, все здорово работает, когда мы доходим до последнего этапа и мучительно ищем кнопку «Ждешь, здесь кнопка скачать». А ее тут нет. Ну вот, пожалуйста, это вот, например, руки, разные движения рук. Ну вот. В итоге получилось вот так. Про курорты Баренцева моря. Как я его сохранила? Мой любимый скриншот. Что же делать? Дело в том, что сразу, когда мы это все создадим, и захотим это все сохранить, нам скажут, что это платная опция, не скачать, ни ссылку, ничего не взять. Вот единственное, что мне удалось, это сохранить как скриншот. Если у вас есть программа для скриншота, да и просто через кнопку «Принтскрин» можно скопировать это и к себе куда-то там на слайды добавить, допустим, внутрь презентации, распечатать, может быть, ну, каким-то образом это все использовать. На этом сервисе ваши работы будут храниться в течение 7 дней. То есть сразу создали, сразу как-то каким-то образом зафиксировали их себе. Вот через 7 дней тут все очищается. В целом такое неоднозначное впечатление от сервиса. С одной стороны, вроде как, очень неплохой, хорошая библиотека. С другой стороны, ну, во-первых, здесь очень специфичный персонаж, вот в таком вот духе нарисованный. Может, не всем такие зарисовки нравятся, но самый большой минус – это отсутствие скачивания и каким-то образом нельзя поделиться всем этим. Таким образом. Это основные сервисы, которые я знаю. Было у меня в списке еще, была еще парочка, но они благополучно перестали существовать. Поэтому пришлось в срочном порядке их из презентации удалить. Если вы знаете еще какие-то инструменты, можете в чате мне подсказать. Вдруг я не знаю, а вы расскажете еще что-то. А в заключении про комиксы, заканчивая свой рассказ, я еще хочу обратить внимание вот на этот сервис – Book Creator. Это сервис для создания иллюстрированных, интерактивных книг. Может быть, вы с ним уже и сталкивались, или работали книги с элементом перелистывания, в которые можно вставить картинки и тексты разной интерактивности. Например, видеоролики или озвучить можно. Там же есть опция создания комиксов. Когда мы выбираем шаблон для нашей книги, нам предлагают на выбор три вида книги-комиксов. Квадратная, прямоугольная и, по-моему, вытянутая, горизонтальный вариант. Можно их выбрать, выбрать раскадровку и создавать книги-комиксов здесь. Единственный здесь недостаток – здесь нет в библиотеке картинок. То есть картинки придется добавлять самому. Внизу кнопочки для комиксов. Первая красная кнопочка – это раскадровка. То есть если ее нажать, нам дадут несколько вариантов. Две картинки, три картинки, четыре и так далее. Дальше. Разные виды облачков. Здесь их всего два – говорение и мысль. Желтая и зеленая. Ну и последняя синяя кнопочка – это разные вау-эффекты, стикеры, что называется. И все. Вот вся библиотека комиксов. Здесь она очень действительно небольшая. Поэтому картинки грузим с компьютера. Что еще можно загрузить, кроме картинок? Можно загрузить изображение своей камеры, картинки, естественно. Здесь есть опция добавления текста. Вы можете озвучить свой комикс, чтобы он стал интерактивным. Можете какой-то текст наговорить. На каждую страничку добавить, подключить микрофон. И есть еще опция рисования. Для любителей рисованных комиксов здесь отличные возможности. Вот инструменты художника. Маркеры, кисточки, карандашики, ластики, заливки. Если вы не любите, вернее, не умеете рисовать, но очень хочется, то есть опция авто-дро, авторисование. Я ее в красную рамку вынесла. Как это работает? Вы начинаете просто рисовать нечто. Ну, угадайте, что я тут рисовала. Котика. Сервис за счет своих интеллектуальных интеллектов догадывается, что именно вы рисуете. Вот вверху у меня целый списочек. Предположительно, что я хотела бы нарисовать. Ну, вот кошка вышла одной из первых. Я щелкаю по нужной мне картинке, она появляется у меня на слайде. В моем комиксе. Я ее могу потом раскрасить. Если не хочу черно-белую, можно ее уже вручную потом раскрасить разными красивыми цветами. Вот такое рисование автоматическое. Сервис очень хороший еще тем, что здесь есть опция коллективной работы. Вы можете пригласить детей. Ну, комикс у меня вот такой на самом деле получился. Ссылочку я вам отправила из четырех. Раскатровка из четырех здесь получилась. И его можно рисовать как книжку. Я все, две странички заполнила. Можно и больше. Тут целую историю можно. Настоящий графический роман создать. Свой собственный. Так вот, возвращаясь к совместной работе, здесь есть опция коллаборейт. Есть опция инвайт-код. Пригласить в класс. Как учитель вы можете создать класс. В класс пригласить учеников. Сами можете создать 40 таких книжек с комиксами. Ну и не только с комиксами, естественно. Вы можете самостоятельно зарегистрировать детей. Выдать им логины. Они будут заходить в ваш класс. И каждый там будет создавать свою книжку какую-то. Ну с комиксами или просто книгу интерактивную. И еще, если вы впервые в сервисе, там сейчас на 90 дней дается опция коллаборейта. Совместной работы. Чем она отличается от класса? В классе каждый работает сам по себе. А в коллаборейте вы получаете одну общую книжку на всех. И в ней каждый свою часть редактирует. Готовую книгу можно опубликовать, ссылку на нее получить. Можно скачать, распечатать. И даже скачать ее в формате как электронную читалку, как электронную книжку, e-book. Так что вот еще один сервис, забытый. Он не ориентирован на комиксы в первую очередь. Но у него такая опция есть. Поэтому почему бы не воспользоваться. Ну, пожалуй, о комиксах все. Давайте перейдем ко второй части нашего. Пинара. Флэш-карточки. Искала в интернете, как правильно все-таки это пишется. Через e. Ну, по правилам русской орфографии все-таки через e. Хотя в интернете в основном используется буква e. Как произносится, так и пишется. У меня тут встречается и так, и так. Пожалуйста, не относитесь к этому слишком строго. Итак, флэш-карточки. Ну, если вы не работали, расскажу несколько слов о них. Это вообще такой формат, который уже давно существует для обучения иностранным языкам, как правило. О, видите, комикс мне подсказали. Спасибо. Надо обязательно посмотреть на него. Спасибо за ссылочку. Флэш-карточки. Для обучения иностранным языкам, как это работало. С одной стороны, пишется иностранное слово, с другой стороны, его перевод на русский язык. Я помню, что когда я на курсах английского училась, вот именно в таком формате создавали мы карточки и учили лексику. Может быть, и в школах до сих пор так кто-то работает. Сейчас флэш-карточки перелехали в интернет. Сейчас их в цифровой форме можно создавать, их можно скачивать на мобильное устройство, повторять по пути на работу, в транспорте. То есть это как микрообучение получается. Вы в свободное любое время, используя такие флэш-карточки, проверяйте свои знания. Не обязательно иностранные языки. Это может быть термин его обозначения, вопрос, ответ, даты, какие-то исторические события. В общем, фантазия здесь не ограничена. В обучении отлично это все работает. Ну и в библиотеке, кстати, тоже. Я вам покажу три варианта использования флэш-карточек для библиотечной практики. Первый вариант предлагаю посмотреть на сервис Барабук. Этот сервис позволяет создавать карточки. Я вам сейчас много ссылок сразу отправлю. Одним разом, что называется. На самом деле сервис на русском языке, поэтому вы там много найдете уже готовых вариантов по разным предметам. Математика, история, география, какой угодно. Практически. Вы можете взять уже готовый набор карточек, колоду этих карточек, использовать их в работе. Можете создать свое. Здесь все на русском языке, поэтому просто мои минимальные комментарии, как здесь все работает. Вы на компьютере создаете набор карточек, публикуете его. А дальше эти карточки могут просматривать ваши ученики на компьютере и на мобильных устройствах. Но чтобы с ними работать, нужно скачать себе приложение для просмотра. Оно так и называется. Барабук есть и для Apple техники, и для Android. Они скачивают, оно очень быстро и легкое, ничего сложного. И теперь они имеют доступ к этим карточкам, могут их просматривать, проверять свои знания. То есть вы можете давать, допустим, задания им, посмотреть, проверить себя, выучить какие-то слова, повторить термины и тому подобное задание. Поэтому здесь чаще всего можно встретить как раз учебные такие материалы. Как это все работает? Очень все просто. У нас вот такая сетка, табличка. 1, 2, 3, 4. Там набор практически бесконечный. Сторона А и сторона Б. Заполняем именно их. Дальше вот две пустые графы в начале и в конце. Это, ну, если нажать на надпись, зачем эта колонка, здесь вам расскажут, что сюда можно добавить какие-то заметки для себя, какие-то ссылки, материалы дополнительные, которые вы используете для создания карточек. Ну, вот то, что вам пригодится в работе, чтобы оно не где-то там лежало, а вот прямо к карточке относилось. Здесь вы можете указать, например, какой параграф учебника вы использовали, какие-то дополнительные сведения, все что угодно. Этих сторон не видят те, кто смотрит карточки, и это только для вас. Можно их оставить пустыми, если они вам не нужны. Далее, на каждую карточку мы можем добавить текст, можем добавить картинку. Здесь есть опция озвучивания, мы можем добавить голосом. Опять-таки, для иностранных языков, я думаю, это работает. То есть, чтобы можно было еще прослушивать, как звучит. Ну, в общем, и для обычных, наверное, тоже. Ну, вот у меня были художники-передвижники, то есть нужно было назвать фамилию художника и название картины. Картинку загружаем с компьютера, ну, и запись звука, соответственно, тоже. Щелкаем в сторону А, и нам сразу предлагают картинку или звук. Выбираем то, что нам необходимо. На стороне Б, соответственно, пишем ответ. Лицевая сторона А – это вопрос. Ну, какая-то задача. Сторона Б – это ответ. Дальше. Если посмотреть вверх, там вот такие синие кнопочки появляются. Это игры. Это игры, в которые можно будет детям играть с этими карточками. К сожалению, на компьютере вы поиграть не сможете. Это только для мобильных устройств. То есть, если в Барабуксе скачаете любую ссылку, перейдете по любой ссылке, которую вам дала, вы можете играть с этими карточками в 5 разных игр. У меня в обучалке там про каждую игру я подробнее написала. Но, в общем, в двух словах, если сказать, то, например, вам дается одна лицевая сторона карточки и три варианта изнаночной стороны. Нужно подобрать пару, собрать пару. Дальше вам дается просто лицевая сторона. Вы должны вписать ответ, который будет на обратной стороне. Дальше, что просто наоборот. То есть, дается обратная сторона. Вам нужно подобрать к ней лицевую и тому подобное. Здесь 5 вариантов разнообразных игр. Здесь все кликабельно. Можно пощелкать и почитать про каждую игру более подробно. Со шкарншотами у меня в обучалке есть. Так что, если интересно, можно посмотреть. После того, как мы создали наш набор карточек, выбираем, щелкаем просто по этим играм. По умолчанию они все 5 включены. Можем их просто не трогать. Все 5 игр будут доступны детям. Они сами будут выбирать, в какую игру им интереснее будет поиграть. Нажимаем на кнопку «Отправить в приложение». Все. Ваш набор опубликован. Им можно пользоваться. Он доступен и на сайте, и в мобильном устройстве. Это работа для самопроверки. Больше, конечно, для учителей. А если для библиотекарей? Здесь есть опция игры на мобильных устройствах. Для этого приложение устанавливать не нужно. Дети приходят просто со своими мобильными устройствами, смартфонами. Учитель запускает игру, дает детям ссылку. Вот, barabook.ru, game и код игры. Дети по этой ссылке переходят, вводят код игры. Можно создать команды. Предлагается от 2 до 5. По командам делятся участники в случайном порядке. Сервис сам каким-то образом случайно всех распределяет по командам. Дальше запускается игра. На экране у детей появляются эти карточки с заданиями. Но там будут задания уже немножко другие, как викторина. То есть лицевая сторона и 4 варианта ответа к ней. С изнаночной. Каждый со своего смартфона голосует. А на экране появляется вот такая вот таблица участников. У меня тут динозавры, монстры и ракеты. Эти аватарки тоже случайным образом сервис сам придумывает. Ну и чем больше правильных ответов, тем ближе участники к победе. Нужно дойти до самого конца. Ну вот видим, что монстры победили 20 баллов, быстрее всех набрали. Ну и соответственно выиграли. На экране это все можно демонстрировать на панели или на экране через проектор. Дополнительный азарт появляется у участников. Вот таким образом это можно использовать на мероприятиях библиотеки. Повторю, сервис на русском, поэтому особых проблем тут вообще не возникает. Все абсолютно бесплатно и никаких ограничений в нем нет. Ну давайте смотреть дальше. Еще один интересный инструмент. Гоу Конгар, я о нем периодически говорю. Он делает викторины и в том числе флеш-карточки. Умеет делать карточки вот такие необычные. Они немножко необычно выглядят. Вот чтобы вы посмотрели. Вот пожалуйста ссылочка. Здесь можно создавать викторину. Ну примерно как в барабуке. С одной стороны вопрос, с другой стороны ответ. Ну вот достопримечательность, угадай как она называется, можно перевернуть и посмотреть. Они красиво вот так листаются стрелочкой, переворачиваются тоже очень красиво. И на сайте, и в блоге будут тоже достойно смотреться. С этими карточками можно сделать виртуальную выставку. Вот например это викторина, а с другой стороны еще и виртуальное путешествие по достопримечательностям города. Вы можете поместить обложку книги, а наоборот и аннотацию книжки. Тогда получится виртуальная выставка. Можно еще каким-то образом использовать. Такая игра есть, может быть вы играли со своими читателями книжные жмурки. Когда дается описание книги, да, какое-то такое симпатичное, необычное, допустим там. Сейчас на ум не приходит, но что-то там про потерянную обувь, сказка о потерянной обуви, которая помогла приобрести семейное счастье. Вот какое-то такое описание, а нестандартное. И нужно догадаться о каком произведении идет речь. С оборота будет Золушка, например. Вот можно самим, да, все верно, Золушка. Можно самим таких аннотаций напридумать. И вот такую игру придумать для своих читателей на сайте, в блоге, в социальной сети, где хотите, книжные жмурки это называется. Сервис очень простой, он на английском, но здесь вот такой очень понятный конструктор. Две стороны карточки. Одна, вторая. Синенькая – это лицевая, фронт, зеленая – это изнаночная, бэк. Можно загружать картинки на каждую сторону. Вот внизу кнопочка есть – upload image. Вы можете фон этот вообще перекрасить. Вот вверху есть кнопки для перекраски. Не синий, желтый, там красный выбрать, какой угодно. Шрифт можно выбрать, немножко подредактировать. Сюда пишем просто текст или грузим картинку. Ну, соответственно, на одной стороне у нас будет, например, описание книжки, с другой стороны ее обложка. Или наоборот, как хотите. И вот таким образом создается набор карточек. Получаем код и ссылку, и встраиваем это все на странице сайта и блога. По-моему, вполне интересно, и главное, что это все очень быстро. Тоже хороший сервис, тоже я о нем уже рассказывала неоднократно. Сервис удоба. На предыдущем вебинаре, если вам интересно, я там поподробнее говорила об этом инструменте. Сейчас расскажу только о шаблоне, который называется флеш-карточки. Правда, здесь они не переворачиваются, они просто вот так красиво перелистываются. Тоже очень симпатичный интерфейс. Я вам вот дала викторину с ребусами. Сейчас еще дам ту, которая на экране, свое собственное творение про русских писателей. Надо, наверное, что-то новенькое уже придумать, а то эти ссылки постоянно гоняю на вебинарах. Здесь нужно не просто полистать, посмотреть. Здесь нужно еще и вписать ответ. В графу нажать «Проверить» и, соответственно, узнать, правильно вы ответили или нет. Такая вот викторина получается с самопроверкой на основе шаблона флеш-карточек. Сервис на русском языке без ограничений. Тут ничего сложного в нем нет. Сам конструктор изнутри выглядит следующим образом. Вписываем вопрос, это будет то, что сразу будет появляться. Ответ – это то, что будет участник предположительно вписывать. Ну и плюс можно это разбавить еще картинкой, загрузить какое-то изображение. Таких карточек, как вы видите, можно добавить сколько угодно. Синяя кнопка добавляет новую карточку. А вверху обязательно нужно прописать задание. Сможете ли вы угадать писателя по его портрету. Вы можете придумать что-то другое, например, «Назови писателя», загрузить обложку книги, чтобы не было фамилии автора. Угадай, кто ее написал, вспомни, кто написал. Вот таких викторин можно создавать действительно много. Это удобно и красиво. Если у вас есть возможность добавить озвучку, то есть еще другой шаблон, называется он «Диалоговые карточки». Здесь они переворачиваются. Задание точно такое же, нужно что-то угадать. У нас, например, были записи стихов, мы записываемся с читателями. Эта викторина одновременно получилась как виртуальная выставка достижений читателей. Здесь есть задание, нужно определить автора стихотворения. Дается его название, картинка и запись самого стихотворения, аудиозапись. Не просто текст читаем, а слушаем его. Послушал, подумал, перевернул и сам себя проверил. Вот таким образом эта карточка работает. Как это действует? Ну, шаблон примерно такой же. Те же самые кнопочки, только теперь уже «Добавить диалог». Текст – это то, что будет написано на карточке. Ответ – это то, что будет с обратной стороны. Картинку можем подгрузить и, самое главное, аудиофайл можем добавить. Вот из этих элементов состоит каждая карточка. Если аудио нет, это не обязательно абсолютно картинки, аудио – это факультативные элементы. Главное, чтобы у нас было задание и ответ на него. Ну, а так тоже бесконечное количество карточек создаем, готовую работу встраиваем на сайты, в блоги, ссылкой делимся в социальных сетях, например. Так что очень хороший инструмент, тоже мне пригождается в работе, постоянно им пользуюсь. Если подробнее о сервисе «Удоба» хотите, еще раз повторюсь, прошлый вебинар я рассказывала очень много. Он отличный вообще инструмент. Можно его один освоить и закрыть вообще практически все свои потребности. Презентации, видео, флэш-карточки, викторины, игры, что угодно. Он создает практически все. Ну, идем дальше. Самое интересное осталось у нас напоследок. Здесь у меня дебют будет, потому что о чат-ботах я не рассказывала до сей поры. Вы мои первые слушатели. Долго думала, в каком порядке выстраивать свой рассказ. Расскажу в том порядке, как я осваивала. Кто такие чат-боты? Чат-боты, ну, вы наверняка с ними сталкивались, особенно если пользовались разными интернет-сервисами, порталами, госуслугами, Ростелеком и многие-многие другие, у которых есть на сайтах чат-боты, которые помогают, предполагаются, что они помогают вам решить ваши проблемы. То есть получить какую-то информацию справочную. То есть на типовые вопросы отвечают. Режим работы, там, куда, что нужно сделать, дают какие-то полезные ссылки, куда пойти, что найти и тому подобное. В библиотеке тоже стали появляться чат-боты. Сейчас я слайд переверну, и мы вместе с вами подумаем, как их можно использовать на библиотечной ниве. В основном, все, что я смотрела по чат-ботам, оно сейчас работает в основном в мессенджере и в мессенджере в Телеграме. Может быть, вы знаете примеры, где чат-боты работают на сайте в библиотеках. Я почему-то не нашла, либо они шифруются, либо они просто не нужны. Потому что на сайте и так навигация помогает. А вот, наверное, в таких мобильных сервисах, типа Телеграма, они вполне себе возможны и существуют. Но я ссылки на Телеграм давать не буду, потому что наверняка не у всех они есть. А вот так просто без аккаунта она не откроется. Поэтому буду давать такие ссылки, которые открываться будут у всех. Ну, давайте смотреть. Я вот попыталась набросать, для чего можно использовать чат-бота в библиотеке. Вот этого робота, виртуального собеседника. Что он может нам помочь? Как? Помочь. Например, найти ближайшую библиотеку. То есть мы вписываем свой адрес, и он нам подсказывает ближайшую библиотеку. Например, ну, там район указываем, города и так далее. Или дает нам адреса в нескольких библиотек для выбора. Дальше он нам может подсказать график работы библиотеки. Услуги. Сориентировать нас по платным, по бесплатным услугам. Может дать список мероприятий. Ну да, может, перегружает. Но в мессенджерах сейчас часто используется. Более сложный вариант, он может помочь с подбором книг и выдать, например, топ-10 книг. Почему нет? Какой-то список литературы. Чат-боты часто используют для викторины квестов. Ну, еще могут быть виртуальные экскурсии с чат-ботами проводить. Если вы еще знаете какие-то варианты, пишите в чат. Добавлю обязательно. Ну вот, я пыталась проанализировать, разные варианты смотрела. Давайте я вам тоже покажу, что же я высмотрела. Итак, ну вот, например, чат-бот, который помогает сориентироваться в работе библиотеки. Говорит об услугах. Ну вот, на скриншоте видно, что он помогает с афишей мероприятий, показывает новости, адрес библиотеки, часы работы и даже позволяет попасть в личный кабинет читателя. Давайте я вам сейчас постараюсь кинуть ссылку. Это ссылка на видеозапись этого самого чат-бота. Ну вот, есть его координаты в Телеграме. Если у вас Телеграм есть, можете набрать. Если Телеграма нет, вот ссылочка. Это видеоролик, как этот чат-бот в действии работает. Там на экране нажимают на кнопочки, показывают, что появляется информация, как это работает. Это, конечно же, сложно. Это требует затрат. Я подозреваю, что Российская государственная библиотека для молодежи вложилась в этого. Да, в Вайбере тоже это работает. Чат-боты работают практически во всех мессенджерах, ВКонтакте, в Фейсбуке и на сайте. То есть платформа, ну вот я чуть позднее покажу вам все возможности. Практически на любую платформу можете его пристроить. Возвращаясь вот к этому чат-боту, даже вот просто пощелкав по кнопочкам, посмотрев, насколько это большой пласт работы. Потому что здесь нужно продумать, допустим, личный кабинет. Он заходит туда, и что? Он хочет продлить книгу, это одна услуга. Он хочет узнать про свою задолженность, не должен ли он в библиотеке, вторая услуга. Он хочет узнать, есть ли книга в фонде библиотеки, это третья услуга. И каждый вот этот запрос читателя, это новая ниточка вот в этом диалоге. То есть предположительно, перед тем, как мы начинаем создавать чат-бот, нам придется предположить все возможные сценарии и их как-то нарисовать для себя. На бумаге, в таблице, с помощью ментальной карты, с помощью стрелочек, как угодно. Я вот не говорю, что надо вот именно так и сценарий писать, никак иначе. Я, наверное, просто стрелочками рисовала в разные стороны. Вы знаете, как схемы в школе рисуют. Один, а потом стрелочки в разные стороны. Там уже два становится, уветвление, уветвление и тому подобное. Вот такие сценарии надо продумать. Ну, можно. Как вариант, вот, пожалуйста, российская библиотека. Давайте другие варианты посмотрим. Вот это мне вообще очень понравилось. И мне кажется, что это вполне реально, это виртуальная экскурсия. Я вам даже могу рассказать, как это сделано, потому что я догадалась, как это сделано. Вот, пожалуйста, это бот-экскурсовод. Это сайт, вы сейчас откроете его. Надеюсь, ссылка открывается. Это сайт сделан на платформе TISDA. Знакомый, я думаю, многим из вас. Это очень простой конструктор. Там есть стартовое окно, большая картинка. Дальше, чуть ниже, вы можете пролистать объяснение. Там инструкция по работе с чат-ботом. Все очень грамотно сделано. Ну и дальше рассказ, для чего этот чат-бот. А он вводит экскурсии по Москве. Вы можете просто, находясь на месте, но я думаю, что это предназначалось для мобильных устройств. То есть мы выходим с чат-ботом, идем по маршруту, он нам говорит, что будет слева, что будет справа. Вот у меня на экране скриншот. Это чат-бот Борис, который ведет, например, по линии Смоленской Арбат. Там он говорит, что маршрут 90 минут. И вот идем на смартфоне, читаем комментарии. Он нам рассказывает, как это место выглядело раньше. Подкидывает нам фотографии. Ну и еще он может задавать вопросы, как викторину, чтобы мы не скучали в пути. Ну и параллельно вот такая вот у вас немая экскурсия получается. То есть вы беседуете со своим виртуальным собеседником, он вам много чего может рассказать. Ну, как вариант, да, сразу на ум приходит изи-тревел, который тоже такие экскурсии вводит, но там говорящий, там аудиогид. Здесь чат-бот, который вам пишет. Вот этот вариант, мне кажется, он попроще. Здесь, конечно, тоже надо продумать все варианты, но мы видим, что здесь довольно такая экскурсия, она не разветвленная. То есть вот он рассказывает, что нужно дойти до такого-то места. И говорит, нажимай готово. Здесь всего одна кнопка, всего одна линия пошла. Нажали готово, он выводит нам порцию следующей информации. Это вот действительно, вот это попроще вариант. То есть здесь не такой разветвленный будет сценарий. Вот это мне понравилось, это я взяла на вооружение. Я не скажу, что прям вот завтра кинусь это делать, но мне понравился этот вариант. Я думаю, по своему городу. В принципе, по центру города, например, можно что-то такое придумать. Ну и еще вариант, он тоже несложный. И вот о нем я буду рассказывать более подробно. Это чат-боты для создания викторин и квестов. Небольших квестов сразу предупреждаю, потому что я начинающий создатель чат-ботов. Я не говорю, что я какой-то суперпрофессионал. Но сейчас ссылочки вам покидаю, вы посмотрите, поэкспериментируйте с моими чат-ботиками. Вот первая ссылка, это у меня просто викторина. Нет, наоборот, первая это у меня квест. А вторая будет как викторина тест. Чем они отличаются? Квест там просто разветвленный сюжет. В зависимости от того, какую кнопочку вы нажмете, в тот вид сценария попадете. Вторая ссылочка, которая 101.55, это тест. Он попроще делается. Там просто начисляются баллы. Правильно, неправильно, бот все подсчитает. Потом на электронную почту вышлет вам результат в самом конце. Если хотите, конечно, можно и не высылать, если вам это неинтересно. Я, это экспериментальные боты, это не для каких целей. Просто я попробовала, мне было интересно, как это работает. Сделаны они в сервисе Бот Борис. Почему этот? Потому что он на русском языке. Желательно такие инструменты, чтобы они с хорошим функционалом, с бесплатным, хорошим тарифом, и чтобы на родном языке, чтобы было понятнее. Потому что сразу скажу, немножко запутанное здесь все. Здесь придется потратить время на освоение, но это, с другой стороны, интересно. Вот здесь он сразу нам пишет, сразу мы попадаем в его владение, представляется, рассказывает, что он самый удобный конструктор ботов. Ну, с этим можно поспорить, что он прямо самый, но удобный правда. Работает он на Фейсбуке, в Телеграме, ВКонтакте, по имейлу и в разных браузерах работает. Я вам дала браузерные версии, но его же можно пристроить вот в такие мессенджеры. Ну, давайте смотреть. Ну, вот Viber здесь нет, для Viber другой немножко вариант покажу. Ну, давайте смотреть с Борисом, что у нас здесь происходит. Для начала можно выбрать шаблон. Здесь есть много разных шаблонов, можно вообще начать с нуля. Но я решила попроще для себя вариант выбрать с шаблончиком. В основном чат-боты, они же создаются для коммерческих разных предприятий. Вот тут есть кофейня, магазин одежды, офисы и тому подобное. Здесь есть два варианта для работы в школе и в библиотеке. Вот я их как раз и опробовала. Это тест, это квест Викторина. Ну, давайте смотреть. Они, в принципе, создаются примерно одинаково, просто степень разветвленности сценария будет немножко разная. В тесте все-таки попроще. Сценарий теста выглядит так. Вы задаете вопрос, даете варианты ответов. Если ответ правильный, вы говорите ему, молодец, переходим к следующему вопросу. Если это неправильно, вы говорите, ой, как жаль, не переживай. И опять переходите к следующему вопросу. То есть здесь вот такой вот сценарий очень простенький. В квесте там немножко посложнее. Там мы тоже можем давать варианты ответов. Но если он выбрал один ответ, он идет вот к этому вопросу. Если выбрал второй ответ, то к другому немножко вопросу. Там дорога будет немножко другая. Ну и самое главное отличие. Тест считает баллы, квест Викторина баллы не считает. Там вся суть добраться до конца. Давайте смотреть. Если вы начнете с шаблона, здесь уже будут некие блоки. Они будут расставлены. Но я вам покажу, чтобы было понятнее вот с нуля. С нуля тоже, в общем, вариант. Просто чтобы попробовать. Можно просто создать пустого и понажимать разные кнопки. Именно с этого и начинается все. Нам сразу дают блок. Вот так он выглядит. Блок один, его пронумеровали. Здесь у нас всплывающие подсказки есть. И нам говорят, что надо нажать на кнопочку синенькую, чтобы поменять тип блока. Нажимаем на кнопку и смотрим, сколько здесь типов блока. Вот сколько. Это не все. Вот тут листается еще вниз. Здесь 30 разных типов блоков. Ну, все 30, наверное, осваивать и не придется, потому что тут не все они сгодятся нам для тестов и для викторин. Здесь есть чисто коммерческие варианты. То есть видите свой электронный адрес, прием платежей, еще что-то такое. Пропускаем это все. Я вам озвучу вот самые такие интересные, на мой взгляд. Вот первый блок – открытый текст. Это когда мы просто задаем вопрос для нашего собеседника. Вернее, бот задает какой-то вопрос. Даже если мы предполагаем какой-то ответ, то, как правило, он такой однолинейный. То есть если ты хочешь поиграть, нажми кнопку «Хорошо». Поэтому нам именно этот открытый текст, как правило, и выдают в качестве первого вступительного шаблона. С него и начинаем. Дальше. Кнопки. Это другой вид шаблона. Здесь, как вы понимаете, с выбором ответов. То есть нам задается вопрос и варианты ответов к нему. Этот шаблон называется «Кнопки». Есть кнопки вверху. И если посмотрите, там есть еще кнопки «Multiple». Ну, наверное, догадаетесь, чем они отличаются. Если правильный вариант один, нажимаем просто кнопки. Если вариантов может быть несколько правильных, то выбираем кнопки «Multiple». Такой блок есть. Дальше. Так, буду подсматривать, потому что не все блоки еще хорошо заполнила. Блок «Timeout». Это что за вещь такая? Это блок с информацией, которая не требует ответа. Это вы, если хотите, создать познавательное нечто. Вот этот блок использован как раз в блоке «Экскурсоводе», помните, который нам выдает все время информацию. А вот это здание такое, а выглядело оно вот так и тому подобное. Это вот использовали блок «Timeout». То есть открытая информация не требует никакого ответа. Мы делим ее просто на порции и выдаем постепенно нашему читателю. Если мы захотим его о чем-то спросить, мы выбираем открытый текст, переходим к другому блоку или даем ему варианты ответов разных. Да, на сайт можно вставлять. Сейчас чуть попозже покажу. Дальше. Блок «Оценка». Это в конце дается. Если вы хотите обратную связь, оцените, как работал наш бот. Ну, наверняка вы на сайтах разную госструктуру это видели. Здесь это тоже есть. Хотите получить оценку? Пожалуйста. Это такой дальше есть. Еще предсказуемый вопрос. Тоже хороший вопрос. Это когда мы не даем ответов, вариантов. Предполагается, что мы сами вписываем. Вернее, собеседник вписывает нечто сюда. Предсказуемый вопрос. То есть вы задаете вопрос, на который точно есть ответ. Кто написал «Войну и мир»? И предполагаете, что все напишут «Толстой». Это называется блок «Предсказуемый вопрос». Конкретно можно пощелкать. Тут по каждому блоку есть довольно подробная справка. Вы можете это все уже более подробно узнать. Еще есть блок «Карусель». Она здесь не поместилась. Она в самом конце будет. Это набор картинок с заголовками, из которых можно что-то выбрать. Тоже как вариант. Выберите какую-то картинку, достопримечательность, и поговорим об этой достопримечательности. Вариант. В чем суть? Выбираем блок, к нему пристраиваем связь. Далее новый блок, опять связь и так далее. От одного блока вы можете добавить сразу несколько связей. Например, в случае правильного ответа переходим сюда, в случае неправильного – сюда. То есть познакомимся с блоками, а затем продумываем, в свой сценарий мы дописываем, какой куда блок. То есть вот здесь у нас предполагается вот такой текст, берем блок вот этот. То есть сценарий так добивается еще разными видами блоков. Ну и далее. Вот, пожалуйста, связь. Я выбрала блок, добавила связь. Тут как ментальная карта. Если вы с ментальными картами работали, то тут нажимаете на стрелочку, и, например, переход к блоку. Вот это связь. Выбирая, нажимаем на эту кнопочку, появляется такая связь на экране, и два блока связаны будут между собой. Вы можете насоздавать сразу несколько, много-много блоков, а потом между ними устанавливать связи. Либо поочередно идти. Главное – не запутаться. Обязательно смотрите, чтобы блоки были закончены. То есть каждый ваш сценарий должен был довести до конца. То есть все должно заканчиваться, там «Спасибо, до свидания», что-то вроде этого. Если вы где-то забыли какую-то связь, и блок остался без связи, у вас бот будет тупить. То есть он дойдет до этого блока и перестанет отвечать. Все, завис. Если на тесте вы увидите, что это тупость появилась, значит, где-то вы забыли связь. Блок, сам сервис подсказывает. Там, по-моему, есть красные значочки, которые подсказывают, какая связь не завершена. Вот. Таким образом работает. Про скрипты я рассказывать не буду, потому что это более коммерческая такая штука. Там приемы платежей, какие-то действия и тому подобное. Если интересно, вы можете в справочных материалах посмотреть, как это работает. Дальше. Про выполнить действия. А это что за вещь? Выполнить действия – это начисление баллов. Если у вас тест, и вы за каждое правильное начисляете баллы, то выбираем «Выполнить действия». То есть вы выбираете блок, и в разделе «Выполнить действия» пишите, что в случае правильного начисляется один балл, в случае неправильного отнимается один балл. И вот таким образом мы создаем наш сценарий здесь уже на этом рабочем поле. Ну вот. Мы выбрали связь между блоками. Нам говорят, к какому блоку вы хотите связь. Я хочу ко второму. Выбираю из списка блок 2, и между ними появится такая вот цепочка. Ну, надеюсь, понятно. Вот как мой бот выглядел изнутри. Это у меня по русскому языку, по-моему, квест. Извините. Вот. Такая ментальная карта получилась, по сути. Вот. Видим, что тут у меня стрелочки. Они все синенькие, значит, они все активные, все рабочие. Если что-то в красном цвете появилось, значит, где-то не завершена связь, либо что-то забыли, либо пропустили. Это я сделала, конечно, по шаблону, потому что я еще была не очень опытным пользователем. Взяла шаблончик. Какие-то блоки добавила сама, а какие-то взяла из шаблона. Не сказать, что я прям все слезала. Кое-что тут и от меня тоже есть. Ну, по сути, у вас на выходе вот такое должно. Карказябра такая должна получиться. Да, согласно с вами онлайн-дспэд, там это называется диалоговый тренажер. Да. Есть такое. Ну, вот так создается чат-бот, если в общих чертах. Более подробно здесь уже надо смотреть на практике, трогать кнопочки, нажимать и создавать нечто. Дальше. К вариантам ответов точно так же. Вот, например, у нас есть три кнопочки, у нас есть какой-то вопрос, три варианта ответа. И каждому ответу вы можете давать обратную связь. Ну, например, что здесь можно выбрать? Вы можете начислять баллы. Вот то, что я говорила, выполнить действие. То есть нажимаем на кнопочку плюс напротив Пушкина и пишем ему этому варианту, что за правильный ответ, допустим, Пушкин правильный, начинается один балл. Лермонтов-Некрасов, там мы отнимаем по одному баллу. Вот. Если вы онлайн-тестпэд работали, то, в общем, очень похоже. И там, и там. Так что будет, наверное, вам проще в этом смысле. Если вы когда-то создавали диалоговые тренажеры, то вот чат-бот в случае с Борисом здесь работает по той же примерно схеме. Только здесь больше разного всего интересного. То есть вы можете там перейти на сайт. Но, опять-таки, это все для коммерческих предприятий. То есть перейти на сайт компании, допустим. Вы можете там корзину заказать. То есть я так понимаю, что это онлайн-магазин и тому подобное. Из всего этого списка нас интересуют баллы всего лишь. Что еще можно в блоке добавить? Чтобы было интереснее, можно добавлять видео. Щелкаем по блоку. Нас предлагают выбрать либо загрузить фото, либо вставить видео. Видео по ссылке с YouTube, фото с вашего компьютера. Тогда чат-бот становится более красочным. Здесь все еще проще. После того, как у нас все готово, в правом углу будет кнопка «Тест». Вам откроют вашего бота, и вы можете его протестировать. Все сценарии обязательно просмотрите. И одну линию, и вторую, и сколько у вас целей линий, как-то поиграйте, чтобы ничего не пропустить. А дальше переходим в настройки. Интересная вещь. Здесь можно дать боту внешность. По умолчанию он робот, действительно. Мне захотелось девочку, Маргариту. Поэтому я загрузила, во-первых, фоновую картинку. Здесь можно добавить по теме моего квеста. Аватарку загрузить. Это все делается картинками с компьютерами. Аватарку я просто взяла из сети интернета, клип-арт маленький. Либо можно в каком-то сервисе самому аватарку нарисовать. Сейчас этих сервисов для аватарок. Огромное количество. Ну и можно еще немножко шрифты настроить, если вам не нравится то, что здесь предложено. Да, это моя первая профессия русский язык и литературы. Поэтому что ближе, то и создавала. В настройках. А дальше мы видим, что здесь есть настройка для Телеграма, для Фейсбука, для Контакта, для имейла. Если вам нужно на сайт его пристроить, то нажимаем настройка виджета. Если вам нужен в Телеграме, то соответственно на Телеграме. Если для Контакта, то ВКонтакте. Если вам нужен на сайт, то выбираем виджет. Вот оно. Здесь три варианта вставки. Если просто подключить на сайт, он у вас будет висеть в виде такого значка. Внизу, в углу, с правой стороны. Таких наверняка видели много на сайтах. Блок на странице. Это если вы хотите в блок вставить или на сайт, но в виде такой викторины. Ну, стандартный, как встраиваемый объект. Вот я именно его выбрала. Если вы хотите отдельным виджетом маленьким вставить, то можно вариант с виджетом придумать. Но это будет тоже какой-то значок, скорее всего, на который нажимаешь, и эта викторина у вас откроется. Таким образом это работает. Здесь тоже можно экспериментировать, размеры устанавливать, как он будет выглядеть на сайте, в каком размере, в каком виде вы хотите его увидеть. В этом случае бот-борис – это, пожалуй, единственный инструмент, который помогает настроить бота. Вот. Это его плюс. Теперь про минусы. Давайте с минусами. Вот, пожалуйста, его платные версии. Начальный тариф бесплатный. Видим, что здесь нет ограничений по количеству ботов. То есть у меня уже три создана, меня вроде пока никто не ограничивал. Так что, ну и в самой подписке видим, что тоже здесь вроде как ограничений нет. Даются виджеты. Количество подписчиков здесь безлимитное. Но здесь есть уникальные пользователи. 100 в месяц. Что это значит? Это значит, что с ботом может пообщаться в месяц только 100 посетителей. Если у вас библиотека небольшая, объем у вас небольшой, те, кто хочет играть с такими викторинками, то можно вот в бесплатном тарифе 100 в месяц, в принципе, отлично работает. Вот. Если вы переберете, ну вот посмотрим, как по итогам этого вебинара, если больше 100 пользователей сегодня поиграют с ним, я потом, может быть, расскажу, чем все дело кончилось. Заморозит меня или пока неизвестно. Но по умолчанию здесь, если смотреть опыт других сервисов, то обычно, когда идет перебор, просто приостанавливают работу фото. Месяц заканчивается, и он снова запускается, он снова готов к работе. Это его единственное ограничение. Вообще, найти бесплатного бота – это то еще испытание, потому что это очень сложная технология, на самом деле, и все сервисы на 90%, пожалуй, они все платные. Бот Борис в этом смысле один из немногих. Но я еще парочку вам покажу. Если вам это сложно, а это действительно непросто, особенно для начинающих, я вам покажу очень простой вариант. Это такой бот на минималках, я бы сказала. Сервис с трудно выговаривал названием Acquanted. Сейчас я вам дам ссылочку. Это бот для создания викторин. То есть, по сути, вы создаете викторину, но ее как будто бы проводит чат-бот. Вот. Здесь написано, что это делается быстро, fast. Ну, это действительно так. Вот, если хотите что-то очень быстро, здесь викторину можно буквально минут за 15 создать. Единственный недостаток, здесь мы не используем ни картинок, ни видео. Здесь просто текстовая викторина. Ну, как вариант, можно попробовать. Давайте смотреть. Три шага всего-навсего, ну, после регистрации. Greeting – это вступительная фраза. То есть, даем название нашей викторине, какое-то приветствие. Привет, меня зовут. Там-то так-то. Типа, привет, давай поиграем. Ну, и в конце прощание. Спасибо за игру, до свидания. Ну, стандартные такие вещи для ботов. Идем дальше. Questions – это вопросы. Здесь очень просто. Нам не нужно устанавливать связи между блоками. За нас это сервис сделает. Нам нужно дать обратную связь. Даем вопрос, ответ. Первый ответ, допустим, здесь нет отмечания, правильный он или неправильный. Правильный или неправильный, мы напишем в обратной связи. Допустим, у нас первый правильный, и мы в обратной связи будем писать. Молодец, здорово, ты правильно ответил на вопрос. И какую-то еще можно сюда дополнительную информацию пристроить. Здесь 2000 знаков врезает. И поэтому вы сюда можете дополнительно что-то еще добавить. Какую-то еще познавательную страничку. Я это так называю. То есть пару предложений по теме. То есть ты ответил правильно, действительно, там «Войну и мир» написал Лев Толстой, он сделал это в таком-то году, там 12 раз переписывал свою книгу. Какой-то интересный, занимательный факт, который остается в памяти у участника игры. Далее. Второй ответ может быть неправильный. И вы тогда посожалеете о том, что он неправильно ответил. Увы, к сожалению, ответ неверный, правильный ответ вот такой. Ну и опять что-то познавательное. Подподрить участника. То есть мы прописываем каждый вариант ответа. Обратную связь. А все сервис делает за нас. Ответ из одного-двух слов состоит. Сервис из них сделает кнопочки. А нам остается только придумать эту самую обратную связь. Количество вопросов здесь не ограничено. Ну и дальше «Сеттенс». Это настройки. Фон для заголовков, шрифт для заголовков, фон для кнопочек, шрифт для кнопочек. Выбираем из набора. У меня не настроенные, такие серенькие, как они были. Можно более красиво это все сделать. К сожалению, свои картинки тут загружать для фона нельзя. Тут все в плане минимализма. Но это очень просто и быстро. Вы можете такие игры создавать сами, а можете и детям поручить. Они сами с удовольствием такие нас создают. Это все очень просто и быстро делается. Ну и в заключении, что можно сделать? Ее опубликовать, естественно, эту игру. Переводим вот этот рычажок зелененький в позицию «Актив». То есть все сразу опубликовано. Появляется ссылка. Кнопочка «Поделиться». Там и ссылка, и код. Кодом можно встроить этого бота. Он действительно будет у вас как бот. Он внизу экранчика будет. Допустим, вы добавите его к себе на сайт, он у вас будет внизу экрана висеть, как настоящий реальный бот. Далее. Можно копировать эту игру, можно ее удалить. Можно удалить результаты этой игры. У вас в личном кабинете, кстати, вы можете просматривать результаты. Сколько у вас участников, как они отвечали и тому подобное. Да, этот сервис создается на десктопе. С ним можно играть и в мобильном устройстве, и в десктопе. А создается все на компьютере. Да, так удобнее. И последний. На сегодня, о котором я узнала буквально несколько дней назад. Вчера я экспериментировала. Сейчас покажу итог моего эксперимента. Что у меня получилось. Я взяла тоже шаблон. Сервис называется SnatchBot. Он русифицированный, но русифицированный частично. Там шаблоны на английском, а все подсказки к ним на русском. Поэтому сложновато. Вот под Борис как-то полегче пошел с этим. Сначала были сложности. И он принципиально отличается от Бота Бориса. У Бота Бориса были блоки. Вот эта вот схема с ментальной карты, когда между ними связи устанавливаются. И мы это все визуально тут же видим. Здесь немножко все иначе. Ну, давайте по порядку. После регистрации нам тоже предлагают шаблоны. Вот так они выглядят. Они на английском подписаны. Здесь есть подсказки наверху, подсказки на русском. Я нажала на образование, и мне выдали вот такие образовательные шаблоны. Я тренировалась вот с этим сервисом, который называется Quiz Education Bot. Третий, нет, четвертый в верхнем ряду. Вот. Образовательный quiz. Да. Ну, давайте смотреть, что у меня с ним получилось. Вот, выдали вот такое. То есть, никаких блоков мы тут не увидим. Здесь есть таблица. Вот она с левой стороны. По подсказкам, по названиям понятно. Ну, в общих чертах. Да даже если вы с английским не очень дружите, тут вообще все несложно, если присмотреться. Welcome. Ну, добро пожаловать. Переводится с английского. Это вступительная начальная фраза, которая говорит вот. Я перевела на русский. Там было все по-английски. Я на русский это перевела. Привет, меня зовут Стелла. Давай проверим. Нажми старт, если ты готов поиграть. Вот. В чем суть создания этого бота? Нам тоже нужно создать эти блоки. Но они здесь не в виде блоков бота, а в виде вот таких вот карточек, с левой стороны отображающихся. Они здесь называются сообщения бота. Дальше. А дальше, после того, как мы создаем сообщения, мы переходим в раздел связи. И к этому сообщению приделываем связь. Ну, например, вот на примере этого первого сообщения. Сообщение выглядит вот так. А в качестве связи нам нужно приделать эту самую кнопочку старт. Вот. В боте Борисе там все было по-другому. То есть там было сообщение, кнопочки вошли отдельным блоком. А здесь сообщение, а в виде связи будет кнопочка. Вот. Таким образом здесь все работает. Поэтому идем по порядку слева направо. Прописываем сообщение. Дальше переходим в связи. А в связях мы эту кнопочку должны прописать. Там была кнопочка «Let's go» – «Старт». Я ее стерла, удалила, вписала свою «Старт». И в разделе «Условные связи» там изначально было вот так написано. Если ответ на это взаимодействие содержит целое слово «Let's go», то нужно перейти к первому вопросу. Вот она, эта связь. В форме ответа прописываем кнопку, а в форме условной связи мы прописываем, куда нужно перейти. Если мы удалим эту кнопку с шаблона, вписываем сюда кнопку «Старт», щелкаем по ней, и вам сразу предложат заполнить вот эту вторую карточку. То есть нам нужно выбрать ответ на взаимодействие, дальше выбрать, что содержит слово «такое-то» и куда нужно перейти. Все, связь добавлена. Если вы видите, что обе эти карточки заполнены, значит, связь работает, и она тут есть. Дальше пошли в первый вопрос. Точно так же открываем опять сообщение бота, вписываем сюда вопрос, а дальше в связях мы даем, например, два варианта ответов, либо даем открытый вопрос, куда нужно что вписывать. У меня там проесенина сначала была открытым, а потом я пошла с кнопочками играться. Ну, вот, например. Кто автор стихотворения, которое начинается словами такими-то? Мне заходило сюда березку вставить. Для этого есть кнопка «Вставка медиа», а наверху мы видим, что здесь добавляются картинки, аудио, видео и ссылки. Картинки добавляются по ссылке из интернета. Видео добавляется, к сожалению, только из хостинга Vimeo. С YouTube, к сожалению, почему-то не работает этот сервис. Но мне хватило картинки. Я взяла ссылку на картинку и сюда ее вставила, эту березку, она у меня там в чате должна отображаться. Таким образом. Дальше я перешла в связи. И, допустим, я там выбрала, что ответ должен быть «Есенин». Я сделала скриншот, уже не помню. Да, есть у меня скриншот. Вот, пожалуйста. Я добавила… Ну, чуть выше у меня был «Есенин». Дальше я добавила, что ключевое слово «Есенин». Если ответ точно совпадает со словом «Есенин», значит, нужно перейти к следующему шагу, который называется «correct answer» – «правильный ответ». Ну, а дальше. А если ответ неправильный, иначе, то есть в противном случае перейти в «incorrect answer» – «неправильный ответ». Вот таким образом я решила эту задачу с ответами. Они здесь все пронумерованы. То есть у меня первый, он так и будет «correct incorrect». Второй будет «correct 2» и «incorrect 2». Они тут все пронумерованы в шаблоне. Главное, не запутаться между ними, потому что я начала щелкать, и иногда на автопилоте просто не то нажимаешь. У меня немножко там сбилось, но я в тесте потом проверила, нашла ошибку, ее исправила. Вот таким образом, вкратце, если рассказывать, это работает. Понадобится время. Мне около часа понадобилось, чтобы тут немножко разобраться в этих кнопочках и что-то смастерить на основе шаблона. Так что вы не пугайтесь. На самом деле тут главное понять суть, принцип работы, придумать какой-то сценарий свой. Ну, а дальше экспериментируйте. Далее. Вот у меня три кнопочки, например. Допустим, Лермонтов, Грибоедов, Денис Давыдов. Правильный будет Денис Давыдов. Я ему прописала, что если будет нажата кнопочка, то надо перейти в правильный ответ, если вот эти две, то в неправильный. Вот на выходе у меня примерно так должно получиться, если я с кнопочками работаю. Ну и в заключении. Это прощательный слайд, ну, сообщение, да, прощальное, Total называется, подсчет баллов. В шаблоне я не акцентировала на этом внимание, но там, если присмотреться, в каждом сообщении внизу такая вот штучка написана. Это автоматическая штука для подсчета баллов. А нам в разделе Total нужно правильно подписать каждый балл. То есть результат 5, я написала, ты настоящий знаток. Результат 4, хороший результат, всего одна ошибка. 3, неплохой результат, но ты можешь лучше. То есть придумываем какую-то обратную связь в разделе Total. Ну и дальше тестируем. Внизу появится окошечко для теста. Так, это я уже в виджеты, ну, у меня окошечко здесь попробую. Вот оно, да, вот в красной рамочке. Вот это окошечко, это тест. Как только мы что-то сделали, мы тут же можем проверить, как это работает. Потрогали кнопочки, посмотрели, если все работает, идем дальше. В конце обязательно тоже по всем сценариям надо пройтись. Я так именно нашла и ошибку в тесте. Ну и в заключение переходим. Он автоматически сохранится. Бояться не нужно. Переходим в раздел «Каналы». Вот этот раздел «Каналы». А дальше список, куда можно вставить этого бота. Вот про Viber спрашивали. Вот, пожалуйста, здесь есть Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Skype. Есть ВКонтакте тут нет. Борис у нас работает ВКонтакте, а Snapchat-бот у нас работает на англоязычных платформах. Телеграм есть. Вы можете строить веб-чат. Вот самая верхняя кнопочка. Это на сайт добавления. Можете строить его как виджет. Можно его по ссылочке. Вот я ссылочку скопировала и с вами поделилась. Таким образом это все работает. По тарифам. Давайте смотреть. Вот бесплатный тариф. Что здесь есть? Массовая рассылка. Здесь есть опция преобразования текста в речь. Я этим не пользовалась, потому что мне это не очень интересно. Но если вы работаете с иностранным языком, тут есть возможность наговорить задание, сделать запись и потребовать от участника этой викторины, чтобы он тоже вам в ответ что-то наговорил и записал. Такой вариант тоже возможен. Живой чат, экспорт диалогов, подробные отчеты, все каналы. Мы действительно убедились, что там практически все, кроме ВКонтакте. Логотипчик там есть единственное, что, ну и техническая поддержка. Мы видим, что здесь нет ограничений ни по количеству участников, ни по количеству чат-ботов. В этом смысле SnatchBot, он, наверное, самый такой щедрый в плане бесплатности. Но кому что нравится. Мне и тот, и тот пригляделся. У них свои плюсы, свои минусы есть у каждого. Я пока не определилась, 100% ли они нужны мне в работе. Но это интересные инструменты, я буду их держать на вооружении. По крайней мере, экскурсия по городу мне понравилась. Вот на что бы я обратила внимание, это экскурсия. Я вообще тут еще экскурсовод. Очень люблю это все. Поэтому, наверное, чат-ботов буду делать именно так. О, про WhatsApp там написано, что для версии Pro. Вот этого я не заметила. Надо посмотреть, повнимательнее присмотреться ко всему этому. Ну и в заключении, если вам интересна более подробная информация, вот, пожалуйста, обучалки по всем сервисам. Тут есть какие-то мои, которые я нашла в интернете, они мне показались актуальными и подходящими для вебинара. Поэтому это ссылки активные. Если скачаете презентацию, то, пожалуйста, можете пользоваться и читать информацию. Ну вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Опять я что-то перебрала со временем, очень увлекаюсь. Последнее время надо держать себя в руках. Спасибо большое за внимание. Голос еще жив. Это хорошо. Спасибо за добрые слова. Надеюсь, информация была вам полезной и интересной. Был вопрос, я в мельком видела, будет ли запись. Да, естественно, запись будет. На канале Директ Академии на Ютубе вы сможете эту запись увидеть. Если вы пройдете в мою группу, КТ-мастерилки, она на Фейсбуке существует, там я вместе с записью потом выложу презентацию. Вдруг вы ее потеряете или захотите поделиться с коллегами, вот, пожалуйста, в группе она будет, ну, тоже, как только появится запись, так и презентацию тоже. Спасибо вам большое. С праздником вас. Да, тут подсказали, что у нас праздник. Следующий вебинар будет буквально совсем скоро, 24-го. Будем говорить про анимацию. Это тоже все очень интересно. Не сказать, что просто, но интересно. Поэтому я надеюсь увидеть вас на следующем вебинаре. Если вопросов ко мне нет, то тогда буду прощаться. До встречи. Спасибо большое за внимание. Спасибо.